здравствуйте уважаемые подписчики и зрители нашего канала зола это максимально ценное экологически чистое микроудобрение получаемое вследствие сгорания дерева или других растений но помните сжигая древесину не допускайте попадания в огонь поверхности с краской лаком и прочего с помощью золы можно проводить как корневую так и внекорневую подкормку можно подкармливать все растения в саду а также рассаду и домашние цветы но учтите что во всем нужна мера а еще зола это замечательный природный раскислитель три основных полезных компонента и и это кальций калий и магний также есть фосфор но его мало как и других полезных микроэлементов которых зале насчитывается более 20 зала улучшает качество кислой почвы помогает почвенным микроорганизмом быстрее разлагать органику превращая ее в доступные растениям элементы также способствует укоренению рассады и помогает эффективнее бороться со многими вредителями и заболеваниями залу вносит по 1 столовой ложке при посадке картофеля а при посадке клубники одну чайную ложку под посадку кабачков огурцов патиссонов капусты томатов перца баклажанов редисы свеклы и моркови 1 стакан золы на 1 квадратный метр а затем рекомендуется один раз в месяц также удобрять эти культуры залой методом полива или сухой россыпи из расчета 1 стакан на ведро воды или на 2 квадратных метра посадок также вся зелень любит золу и ею подкармливают деревья и кустарники из расчета 3 столовые ложки на каждый взрослый ягодный куст а на взрослую я бы не нужно от 2 до 4 стаканов золы следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях а также не забудьте заглянуть в описании под видео там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины всего вам доброго в комментариях